Привет, привет ребята! Хочу показать причину сегодняшней истории штекер тросельной заслонки. Может кому-то эта история пригодится в будущем и из моего опыта многому еще научитесь в этом видео. Началась эта история так. Утром завожу машину и ухожу на рынок за покупками. Нажимаю на газ, набираю обороты и почувствую, что автоматическая коробка передач не так плавно переключает скорости. Как потом оказалось, это и был первый симптом или сигнал о поломке. Ну и черт с ним, подумал тогда я. Двигатель еще не прогрелся до оптимальной температуры. Тождливая, холодная погода. Доехал до базара, припарковал машину, закупился продуктом и обратно домой. Но не тут-то было. Подъезжаю к светофору на красную и, приторможивая, заметил, что машина начинает глохнуть. Переключаюсь на парковку и газую. Но не помогает. Как только отпускаю педал газа, сразу чувствуется, что двигатель вот-вот заглохнет. Докатился с трудом до безопасной парковки. Присоединяюсь к блоку управления машины и вот что я вижу. Ошибка P0101, которая связана с поломкой датчика массового расхода воздуха. И ошибка P2181, связанная с охлаждением. Ошибка P0101, татчика массового расхода воздуха. Понятно, что поломка связана с подачей кислорода в камеры с каранья. Но при чем тут ошибка P2181, связанная с охлаждением? Непонятно. Ну ладно. Захожу в раздел «Текущие данные» и чертовски офигенные показатели. Коэффициент избытка воздуха 1. Но кислородный татчик показывает 0.91, меньше 1. Это намекает на то, что в камере с каранья не хватает кислорода. Идем дальше. Кратковременная топливная коррекция – минус 25. И долговременная топливная коррекция – минус 14,84. Раз показатели минусовые, это говорит о том, что в камере с каранья попадает топливо. Несколько раз больше, чем положено. Кстати, ссылку для покупки сканера OBD2 оставлю ниже в описании. Ну так, что ребята приплели. Подумал я. Машина работает в аварийном режиме, который позволяет с трудом. Только лишь докатиться до мастерской. Часто в комментах меня спрашивают. Вот машина ведет так и подскажите, в чем причина. Черт ее знает, ребята, в чем причина. Я же не Нострадамус, чтоб так сразу угадывать причину. Не зная марку, двигатель, код выпуска, ошибки в блоке управления, текущие данные. Я даже не мастер. Я просто дилетант в этом деле с маленьким опытом. Я начал при себе рассуждать. Явно в камере с каранья не хватает кислорода. Первая возможная причина. Это поломка татчика массового расхода воздуха. Но на улице так просто ее проверить не получится. Вторая возможная причина. Это дроссельная заслонка. Так как при формировании качественной смеси в камере с каранья, заслуга дроссельной заслонки очень велика. Открываю капот и осматриваю дроссельную заслонку. Да, давно у меня были подозрения со штекером этого узла. Может, штекер чуть выскользнул из гнезда. Питаюсь рукой прижать ее. И вот случается важное событие. Как только случайно я пальцем задел проводки штекера, троение на миг исчезло. Двигатель начал работать ровно. Но это всего лишь на мгновение. Второй раз уже специально прикоснулся на проводки. Начал их дергать туда-сюда. И на секунду еще один раз двигатель перестал троить. Пила уже на 99% ясна, что проблема связана с штекером и ее проводками. С большой вероятностью обрыв электрической цепи, которая приоткрывает заслонку дроссельную для дозировки кислорода в камере сгорания. Сослонка не открывается и не хватает кислорода в камере сгорания. К счастью, была у меня куплена разъем, штекер на Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылку оставлю ниже в описании. Иду в мастерской для замены штекера. Захожу в одном мастерской. Нахожу электрика. Показываю новый штекер и объясняю ситуацию. Нужно перепаять провода и заменить разъем. Я не этим занимаюсь, говорит электрик. И сами понимаете, куда он мне мысленно послал. А на виду культурно указал на другой бокс. Вот там иди. Иду к другому мастеру. То же самое. Послал к другому мастерской. А третий мастер-электрик говорит, менять штекера не по моему профилю. Короче, я догадался, что электрикам смущал тот, что новый штекер был разобран в виде. И не умеют ее собирать. Вот такие электрики у нас часто. Ну ладно, иду в магазин к знакомым ребятам. И прошу, если есть, найти мне ПУ-штекер от тросельной заслонки. В собранном виде с проводками. Иди вот там углу и ищи подходящую, говорят они. Начал не на 100% похожую, но когда на тросель примирили, с большой вероятностью должно было подойти. Теньги не взяли. Спасибо, Коге и Зуре. Теперь иду в другом мастерской к другому электрику с ПУ-штекером. К счастью, он согласился заменить. Отрезали старую и припаяли ПУ-штекер. Давай, заведи, говорит электрик. Перекрестился я, завожу двигатель и как было приятно, что двигатель уже работал ровно. Только обороты на холостом остались чуть выше, около на уровне 1200. Сейчас исправим, говорит электрик. Присоединяется к блоку управления машины с компьютером. Стирает ошибки и адаптирует тросельную заслонку. Все становится куд и чеки-пеки. Заплатил какие-то копейки и иду с хорошим настроением домой. Хочу еще заметить. Иногда спрашивают некоторые. Адаптация тросельной заслонки после снятия или ремонта обязательна или нет? Нет, не всегда адаптация тросельной заслонки обязательна. Я несколько раз снимал и штегер и тросельную заслонку для профилактики, но ни разу не адаптировал ее с компьютером. Она после включения зажигания в большинстве случаев сама адаптируется. Нужно всего лишь поставить ключ зажигания. Открыть зажигание примерно на полминуты. Подождать, потом закрыть. Еще раз. Сделать так. Если не адаптируется и вы замечаете какие-то неполадки, тогда, конечно, нужно с помощью компьютера постараться адаптировать ее. Ну и конец истории. Кому интересно было, вставим пальчик вверх. Подписывайся на канал и принимаем активное участие в рассуждении в комментариях. Спасибо всем за внимание.